В столице 18 часов. Вы смотрите новости. С вами Динара Саду и Виктория Антонишина. Добрый вечер. Добрый вечер. Первый президент отметил, что за 9 лет Назарбаев университет стал авторитетным вузом международного уровня и является флагманом отечественного образования. После поздравительной речи Нурсултан Назарбаев лично вручил два десятка дипломов выпускникам вуза. Первый президент Казахстана встретился с председателем Европейского совета Нурсултан Назарбаев поприветствовал Дональда Туска и отметил высокий уровень развития взаимоотношений между Казахстаном и ЕС. Гость, в свою очередь, подчеркнул особую роль Ельбаса в становлении и развитии Республики Казахстан, а также в укреплении международного авторитета страны. Президент Казахстана Касымжимар Тукаев и председатель Европейского совета Дональд Туск обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. ЕС сегодня заинтересован развивать отношения с нашей страной сразу в нескольких направлениях, в том числе в сфере энергетики, транспорта и цифровых коммуникаций. Договорились и улучшать бизнес-климат. Подробности в нашем материале. Встреча президента Казахстана с председателем Европейского совета проходила в аккорде. Касымжимар Тукаев лично встретил Дональда Туска. Крепкое рукопожатие главы государства с председателем Евросовета как нельзя лучше располагает конструктивному диалогу. После небольшого знакомства с делегатами от обеих стран традиционно звучит национальный гимн. Затем, не теряя ни минуты, Касымжимар Тукаев и Дональд Туск удалились на переговоры. Двусторонняя встреча прошла в узком кругу. В Казахстане глава Европейского совета впервые приехал по приглашению президента страны. Касымжимар Тукаев подчеркнул, этот визит придаст дополнительный импульс развитию связи между Казахстаном и Евросоюзом. Европейский союз очень необходим и важен для нас. Более 50% торговли Казахстана проходит со странами ЕС. И у нас очень много программ, стратегий, планов, которые должны быть реализованы. И которые уже реализуются. Поэтому ваш визит имеет большое значение для нас. Еще раз добро пожаловать в Казахстан. Думаю, что будущее у нашего взаимного сотрудничества светлое и понятное. Учитывая, что обе стороны будут настроены достигать цели. Дональд Туск, в свою очередь, выразил Касымжимар Тукаеву признательность за приглашение. Я впечатлен вашим гостеприимством. Для нас, для Европейского союза, Казахстан – это один из очень важных партнеров в глобальном контексте. Вы один из самых надежных и стабильных партнеров. И ваша столица Нур-Султан – доказательство вашего развития, вашей амбициозности и абсолютно оправданных стремлений. Европейский союз – один из основных политических и экономических партнеров нашей страны. За прошлый год внешний торговый оборот Казахстана со странами ЕС составил 37,7 миллиардов долларов США. Основная доля прибыли пришлась на экспорт продукции. 11,5 миллиардов американских долларов превысил приток прямых иностранных инвестиций из Евросоюза. Это практически половина от общего объема инвест-вложений. Сегодня речь снова идет о взаимовыгодном сотрудничестве. И если работать сообща, то все непременно получится. Главное, что есть понимание. В гармонии сегодня даже флаги Казахстана и ЕС. Мы продолжаем активно работать по углублению стратегического партнерства со всеми лидирующими странами Европы. Программа Казахстана «Путь к Европе» и стратегия ЕС для Центральной Азии – примеры нашего успешного взаимодействия в различных областях. Учитывая эти достижения, мы полны оптимизма наших взаимоотношений в будущем. Как глава государства я буду продолжать курс по конструктивному партнерству с Европейским Союзом. Ваша страна является мостом между Европой и Дальним Востоком, и между Россией и Южной Азией. В своей новой стратегии по Центральной Азии мы предлагаем сформировать более сильное и современное партнерство, углубить наше сотрудничество в сфере энергетики, транспорта и цифровых коммуникаций. Мы провели с господином президентом хорошее обсуждение о казахстанских программах, амбициозных планах в сфере реформирования, включая улучшение бизнес-климата, верховенства закона, надлежащих прав и борьбе с коррупцией. Дональд Туск отметил, что скоро соглашение о расширенном партнерстве между Казахстаном и Евросоюзом будет растифицировано. Кроме того, в планах принять визовый кодекс ЕС. Тогда рассмотрят и возможность упрощения визового режима с нашей страной. Сегодня в Казахстане работают свыше 6 тысяч предприятий, открытых с участием европейского капитала. Как правило, после таких деловых переговоров, как сегодня, бизнес получает дополнительные возможности для развития. Скорее всего, в ближайшее время в нашу страну придет новый приток зарубежных инвестиций, и совместных компаний со странами Евросоюза станет еще больше. Ирина Панфилова, Ерболдаиров при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана. Хабар, 24. Президент Казахстана и председатель Европейского совета посетили музейно-мемориальный комплекс Алжир, Акмолинский лагерь жены-зменников Родины. Касымжу Мартукаев и Дональд Туск возложили венки к памятным плитам мемориала и, склонив головы перед аркой скорби, почтили память жертв политических репрессий. После смотрели музейную экспозицию, рассказывающую о судьбе сужденных и погибших. Депутаты Сената во главе со спикером палаты Даригой Назарбаевой посетили музейно-мемориальный комплекс Алжир. Возложив цветы к монументу арка скорби, парламентарии почтили память жертв политических репрессий. Сенаторы прошлись по зданию музея, посмотрели экспонаты, восстанавливающие реалии 30-х годов. Это и сталинский вагон, в котором в Казахстан везли жены-зменников Родины со всего Союза, и скульптурные композиции узниц, которых разлучают с детьми. Для парламентариев провели экскурсию по залам Аллаш, Алжир, показали документальный фильм «Лютый холод Алжира». Несмотря на страшные потери и лишения, наш народ не ожесточился, сохранил свои лучшие национальные черты – доброту, открытость, взаимопомощь, сохранил вековую мудрость. В этот день мы должны говорить о памяти, которую обязаны передать новым поколениям казахстанцев. Отметила председатель Сената. С минуты молчания началась церемония возложения цветов к монументу о памяти жертв Гладомора в столице. Мероприятие прошло в рамках международного культурологического проекта о памяти во имя будущего организованной Ассамблеи народа Казахстана. Если Великая Отечественная война коснулась каждой второй казахской семьи, то голод 30-х годов или политические репрессии сталинского режима затронули каждую семью в Казахстане. По некоторым данным, только Голодомор унес жизни более 2 миллионов человек. Эти события за последние 12 лет стали достоянием общественности. То есть мы смогли за это время только сказать правду об этих событиях. Истина вышла как бы наружу. Но сказать о том, что все эти события исследованы, я как профессиональный историк не могу. Потому что необходимы еще многие-многие исследования, связанные с судьбой каждого человека, которого это коснулось. В памяти поэта, писателя и филолога Илья Саженцу-Гурова посвятили мероприятия в Алмадинской области. На его малой родине, Ауле Ойтуган Аксусского района, прошла научно-практическая конференция. Ученые отметили его роль как общественного деятеля, внешиво значительный вклад в ликвидацию неграмотности казахского населения и становление народного образования. О значении творчества поэта говорили и на литературных чтениях, организованных в областном центре. Лучшие стихи и отрывки из знаменитых произведений прочли студенты и учащийся школ. Судьба Женцу-Гурова трагична. Первый председатель Союза писателей Казахстана, искренне веривший в торжество коммунизма, был арестован в 1937 году по доносу одного из своих сотрудников. Год спустя его расстреляли. Где было таких историй? Несмотря на свою короткую жизнь, Илья Женцу-Гуров оставил после себя громадное творческое наследие. Еще существуют его уникальные рукописи, которые необходимо выпустить в свет. Многие годы было неизвестно, где он похоронен. И только в 1992 году в поселке Жаналых Толгарского района были обнаружены захоронения наших расстрелянных земляков, среди которых был и Илья Женцу-Гуров. К другим темам. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердмухамедовым. На встрече в Ашхабаде они обсудили перспективы сотрудничества двух стран по всем направлениям торгово-экономических отношений. По словам главы казахстанского правительства, с учетом наличия транспортной инфраструктуры и общей границы, имеется большой потенциал для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Поставлена общая задача – достичь значительного наращивания объема в торговле. В столице Туркменистана Аскар Мамин принял участие в заседании Совета главправительств СНГ в узком и расширенном составах. Текущий год в содружестве проходит под председательством Туркменистана. В заседании приняли участие премьеры-министры России, Беларуси, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, также вице-премьеры Армении и Кыргызстана. Обсуждали вопросы развития инновационного сотрудничества, развития цифровой экономики, реализации проектов в космической отрасли, а также взаимодействия в транспортно-логистической и туристической сферах. Премьер-министр Аскар Мамин отметил, что для Казахстана рынки стран СНГ являются приоритетными. Взаимный товарооборот имеет положительную динамику. По итогам прошлого года он превысил 24 миллиарда долларов. Продолжаем выпуск. Сразу несколько премьер ожидают жителей и гостей столицы на фестивале искусств Астана Киштера. С 3 июня первый концерт всемирно известных музыкантов откроет бенефис лауреатам множества международных конкурсов заслуженного деятеля Казахстана Медета Чутабаева. Астанинские вечера проходят в столице в восьмой раз. На этот раз в гости в фестивале ведущая солистка Большого театра России Анна Глатова, солист Государственного Большого театра имени Наваи, народный артист Узбекистана Рамис Усманов, солист Камриинского театра Наталья Павлова. В очередной раз на фестиваль прибыл главный дирижер и музыкальный руководитель театра Московская Перетта Константин Хватынец. Не так давно был написан концерт, который называется «Леди Уолтонс Гарден». Это написал современный итальянский композитор Роберто Малинелли. Чуть больше года назад прошла его мировая премьера в Новой Зеландии с одним из ведущих оркестров мира. И, ну, я думаю, четвертое, наверное, может быть, в мире исполнение этого концерта будет у нас в Нур-Султане. Вторая премьера, которая будет седьмого числа, это пьеса итальянского композитора «Magic Horse» называется. Я очень благодарен, что я снова здесь, и я очень счастлив, потому что в этот город хочется возвращаться и возвращаться, и участвовать, и находиться среди таких потрясающих людей. Это большой праздник для всех. Это обмен творчеством, это музицирование, музицирование в разных жанрах. И, в общем, это действительно такой праздник и сосредоточение таких вот художественных сил. Впервые в нашей стране проходит грандиозное мероприятие «Нур-Султан Этнофест». Это масштабный фестиваль спорта и культуры, в рамках которого состоится первый чемпионат мира по стрельбе из лука с коня. До торжественного открытия праздника осталось меньше часа, но зрелищные мероприятия в столице длятся целый день. На месте события находится наш корреспондент Алма Уразбаева. Алма, добрый вечер. Алма, добрый вечер. Как начинается этот грандиозный праздник и чем вообще он нас удивит? Вечер добрый, Динара. Здесь действительно происходит грандиозное событие и ощущение лично у меня такое, будто я переместилась во времена наших предков. Вот посмотрите, я нахожусь в настоящем средневековом ауле, в нем большой казахский той. А мы знаем из истории, что любой той степи был не просто застолем, он был ярким, запоминающимся праздником спорта, культуры. Вот именно таким стал сегодня этнический фестиваль в Нур-Султане. Организаторы поделили этот этно-аул на четыре аймака. Один из них предназначен для детей. Там выступают акробаты, жонглеры, циркачи на ходулях, сказочные батыры учат малышей бороться. Кстати, в степи это делали чуть ли не с первых шагов. Другой аймак, саис, то есть состязание. Здесь и асэг, игра в кости. В нее обычно играют мальчишки, но сегодня почему-то взрослые так увлеклись этой игрой, она популярна. А еще тут канат перетягивает, силачи поднимает тяжелых овец. В соседнем же аймаке можно наглядно познакомиться со всеми древними обычаями, традициями. Там охотничьи собаки, беркуты, орлы, ну прямо как на выставке. Тут же можно базар увидеть, прогуляться по нему, купить сувениры какие-то национальные. Вместе с гончаром вылепить хум, выткать полотна, убранство для юрты с мастерицами и умелицами. И самый интересный аймак это Алхунжебе, потому что завтра стартует здесь первый чемпионат мира по стрельбе из лука. Сейчас вот проходит жеребевка участников чемпионата. Этот праздник продлится три дня. Я хочу сейчас представить нашего гостя, представителя Центра национальных иконных видов спорта Айнур Уразову. Здравствуйте. Айнур, вот эта стрельба из лука, она необычная, почему? Потому что это же не просто стрельба из лука, а это именно на скаку, да, верхом на лошади, как вы говорите, да? Или как, стрельба из лука с коня, да? При поддержке Министерства культуры и спорта и также Ассоциации национальных иконных видов спорта первый чемпионат мира стрельба из лука с коня Алтанжебе проходит в рамках празднования Нурсултан Этнофес, куда заявились спортсмены из 15 стран. Первый чемпионат мира проходит по правилам азиатского стиля, турецкого стиля и казахского стиля. Общий призовой фонд чемпионата мира составляет 4 миллиона тенге. Ну а кто же будет являться фаворитом Алма чемпионата мира стрельба из лука с коня, мы узнаем на финальных играх 2 июня. А вы кого-нибудь уже подозреваете? У нас есть, конечно, фавориты, когда проходили у нас международные турниры по Алтанжебе, но мы не будем раскрывать все тайны. Пусть это будет тайной и также мы ждем гостей. Раскроем послезавтра тайну. Хорошо, спасибо, Айнура. Вот мне сейчас подайте, пожалуйста, подали лук со стрелой. Он необычный, почему? Потому что вот тот самый лук, из которого стреляет, ну, с коня, да? Я даже не представляю, как можно одновременно, да, запустить стрелу еще и на скаку все это. Поэтому я, наверное, знаете, пойду сейчас этот Аймак к Злжебе, вот, посмотрю на лучников, как они это делают, почему они это делают, как это у них получается. И расскажу вам в следующем выпуске об этом. Динара? Алма, а есть еще какой-то вид спорта, вот, в котором вы бы, допустим, могли принять участие сегодня, попробовать сами? Мне кажется, я могу принять участие в любом виде спорта, просто я сегодня в плачушке, там есть лянга, да, тоже национальный вид спорта, там, ну, ну, я не знаю, там все виды такие, лучше быть мужчиной, поэтому, но все, в общем, это называется этноспорт, все национальные виды спорта здесь представлены. Спасибо большое, Алма, возможно, и мы присоединимся к вам после работы. Спасибо большое. На прямой связи со студией была Алма Уразбаева. Алматинский разработчик дизайнерской программы победил в конкурсе стартап-проектов. Новое приложение можно установить абсолютно на любое устройство, так, по крайней мере, заявил на презентации сам автор Руслан Таджибаев. Ему, собственно, и достался главный приз проекта Ассамблеи народа Казахстана «Жастар Инвест». Всего в отборе лучших стартап-идей участвовали 13 молодых новаторов, и только один из них получил реальную возможность найти инвестиции для дальнейшего развития своего дела. Проекты в сфере производства, услуг, да, там, проекты в сфере малого строительства. То есть молодежь сейчас настолько креативная, что, в принципе, готовы браться за любое направление. Да, конечно, немножко не хватает опыта, но есть уже проекты, которые вот-вот, как говорится, готовы коммерциализироваться и уже приносить прибыль. Сразу две тройни появились на свет в Туркестане. Малышей уже выписали из роддома. Дети Сайора и Токлиева родились здоровыми и крепкими весом более чем по 2 килограмма. Дома маму с новорожденной тройни ждут два старших брата и сестра. А Динара Нарханова стала матерью во второй раз. Младенцы появились на свет раньше срока, поэтому при рождении у них была отдыхательная недостаточность. Но теперь все в порядке, уверяют медики. Из роддома матерей встречали не только родственники, но и представители областного управления здравоохранения. Не думала, что у меня будет тройня. Узнав об этом, я очень обрадовалась. Ждала момента, чтобы их увидеть. Роды прошли успешно, чувствую себя хорошо. Детей мы назвали Фатима, Зухра и Исмайл. Врачи осмотрели малышей. Их здоровью ничего не грозит. Было принято решение закрепить за обеими семьями по одной медсестре, чтобы они регулярно навещали малышей и следили за их состоянием. На этом пока все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин